Итак, всем доброе утро, уважаемые онлайн-зрители. С вами студия Александр Вальверин, предпочитатель компании «Эльфа-Ригуры Терраслоп-на-Дону». Мы приступаем к семинару по нефтеметаллам и кросс-курсам. Если меня хорошо видно и слышно, пожалуйста, поставьте плюсы в чат, и мы готовы приступить к нашему обзору. Напоминаю, что ставить плюсы в чат и задавать вопросы могут все клиенты компании, авторизировав себя в личном кабинете. Если меня хорошо видно, слышно плюсик, пожалуйста. Понимаю, что пятница, понимаю, активности будет мало. Ладно, проверю на всякий случай. Звук должен идти. И да, по крайней мере, я себя вижу. Что-то, может быть, чаты сломались. Не будем об этом думать. Давайте приступать тогда к семинару. Если вопросы будут, либо опять же, поставьте, пожалуйста, плюс, если есть возможность. Если хорошо видно и слышно. Приступаем к семинару. Итак, главным событием вчерашнего дня это все-таки было финализация заседания ОПЕК в Вене, на котором было принято решение громогласное о том, что квоты никто снижать не собирается. Я, в принципе, об этом и говорил вчера до этого решения, потому что это, если честно, сущий бред во время снижения товара, стоимости товара, снижать добычу товара, которую у тебя, можно сказать, под землей. Также непонятные действия России по поводу того, что мы собираемся единственное, как я понял, в беде сократить добычу. Наверное, видимо, нам очень уж это важно. Вчера также бы озвучали заявления о том, что, в принципе, и 60 долларов нам не помеха, пускай при этом, я имею в виду 60 долларов за баррель, пускай при этом, как говорится, рубли, доллары будет стоить в районе 65-63 рубля, ну, так вот, цифровой паритет, в принципе, оптимален для нашей страны. Однако, панику на валютном рынке. Сегодня с утра Центробанк пытался умерить, у него этого относительно получилось. Ну, что ж, как говорится, доживем до вечера. ЦБ не вечен. Итак, давайте переходить, в принципе, к текущим нашим делам. Начнем с графика нефти. Итак, наш ключевой пробой всех-всех-всех уровней достиг точки А и почти достиг точки Б. И теперь, быть откровенным, делать какие-то прогнозы именно с этой точки, дело неблагодарное. Я смотрел график, который позволяет посмотреть цену нефти на более дальние перспективы. Там, в принципе, мне, с одной стороны, непонятно, почему уровень 60 должен быть целью. Потому что эта цель такая, ну, просто, знаете, круглая цифра. А вот район 66-67, в принципе, выступает такой более-менее поддержкой. Поэтому я его поставлю как целевой уровень, делать его не буду. Локально сегодня может сформироваться откат на нефти. Возможно, будет сформировать параболическое закругление, потому что нефть слишком продана. На этом могут сыграть, как говорится, и спекулянты против по укреплению рубля. Однако, как говорится, я считаю, что вот это долгосрочное движение, оно не является долговечным. Поэтому делать такие глобальные прогнозы не считаю нужным. Задержка, опять же, произошла где-то в этих районах. Поэтому будем смотреть, как цена будет в течение дня преодолевать данные рубежи. От этого уже делать какие-то выводы и предположения. Потому что, я говорю, сейчас любые заявления по поводу дальнейшего движения цены на нефть носит только характер гадания. Понимаете? А я не люблю заниматься гаданием. Сегодня будет достаточно волатильный день. Посмотрим, как неделю будем закрывать. Я же считаю, что опять же, считаю, в данном случае не является торговой рекомендацией, что текущий откуп, скорее всего, будет закрывать на уровне 71. И мы получим черную недельку с функцией продолжения пробивать уровень 70 на следующей неделе. Это лишь мое предположение, но субъективно в данном случае, исходя из той ситуации, которую мы можем. Итак, след, как говорится, за нефтью. Прямую корреляцию опять же проводить не буду. Золото отбилось от уровня 1200. Но по золоту здесь, если мы рассмотрим дневную формацию, все-таки продолжается накопление под уровнем 1200. Восхождение, как мерь, как не мерь, пока считаю не пробито. Выходом вниз будет считаться пробой уровня 11.80, точнее, 1180 долларов за унцию золота. На локальном таймфрейме все вы прекрасно знаете, что я не даю никогда рекомендации ни на продажу золота, ни на продажу нефти. Поэтому были у нас отдельные моменты к продажам, но в данном ключе я скажу так, по металлам пока вне покупок, а вот по нефти еще, как говорится, можно посмотреть. Ну, опять же, по нефти предположения, по металлам, серебро вернись на место, да, по металлам вчера откуп, пробой подтверждения не дали, входа не было. Поэтому пока что сидим, ждем. К сожалению, здесь серебро таким в последнее время является немного опережающим индикатором, и, возможно, остановочка будет происходить только в этих районах, но только этот район, опять же, понятие немного обширное, поэтому в данном случае брать все длинные позиции нестойкие. Американские индексы потихонечку дают реверс, опять же, именно настолько потихонечку, что запирание на вот этих максимумах в районе 20-70 открывает спокойно дорогу на 21-00, поэтому ни о каком пока глобальном тросике желтого металла говорить не приходится, нужно весь стоп подождать. Далее, по кросс-курсам, если честно, я бы хотел открыть текущую табличку, и вы знаете, я не очень сильно люблю открывать экономический календарь макроэкономической статистики, но сегодня, по сути говоря, день антиволатильный, день, когда валютные пары будут входить в рейнже, который торговать я не рекомендую. Сегодня вышло много статистики по Японии, об этом мы поговорим на основной валютной паре, и по канадцу вечерние данные. Все, по еврозоне только индекс потребительской ценой. Новостей нет, все, я думаю, после в чашке записи седания ОПЕК будут пересматривать свои прогнозы, свои взгляды, так и я, поэтому здесь отсмотрим динамику валюты за прошлый день и предположение, я думаю, делать не стоит, предположение, возможно, сделаем завтра на еженедельном обзоре, так будет пообщем. Итак, в текущей картине вчера была попытка выйти, вернуться в канал, однако не вернулись, поэтому канал у нас уходил. Вы знаете, я стрелочки убирать не люблю. Смотрим на текущую картину. Евро-австралийцы. Пока что болтаемся в этой текущей зоне. Глобально по входу нет, потому что пробои вверх здесь, пробои вниз по нижней границе. Соответственно, в текущей перспективе H4 нам ничего не подскажет, то ли пятница, то ли день неторговый. ЛП H1 К сожалению, из-за вот этой консолидации на текущем уровне говорить о четкости входа не стоит. Вы знаете, я являюсь любителем именно правильных сделок, а не открытых лишь для того, чтобы заработать. Именно системных. Поэтому пока моя система не кажется. Не видно каких-то уровней. Евроканадец. Пробой не состоялся, поэтому происходит отскок. В текущей перспективе уровень 41.00 является выпуком. Здесь опять же мне евро немного удивляет на текущей неделе в качестве основной валютной пары относительно других валют, которых она выражена кросс-курсом. Но считаю, что это недолго, несмотря на то, что неделька получилась достаточно интересной, которая формирует ложный пробой на уровне 41.00 Нужно дождаться не только закрытия недельки, а также закрытие дневки. Потому что здесь желательно закрытие дневки где-то выше вот этого уровня именно закрытия дневки. Чтобы говорить о попытке возможного реверса уже брать в данный кросс-курс налог. Пока же в локальном периоде пара образовывает себе поддержки и пока текущий импульс не окончен, я считаю. Поэтому забегать пока поздно. Еврофунт продажи оставляю актуальными. В случае опять же так вот нагромозил. Так мы здесь входили забрали а входа не было поэтому вход пока оставляем в текущем контексте в котором он имеется. Цели также нет 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 промежуточную цель также поставлю по выхлопу по окончанию текущего движения. Поэтому отмена конечно сделки стопы надо было поставить повыше но я считаю в принципе будет актуально при пробое дать стоп 15-20 не более. Пока H1 приветствую тебя слом должен произойти здесь но заходить после пробоя вот этого уровня. Опять же напоминаю что я не являюсь приезженцем сильных уровней которые являются просто красивыми мне нужно потенциальное накопление в данном случае потенциальное накопление будет оптимально пробиваться вот здесь. Далее евро иена с иеной у нас вы помните пока такой глобальный перерыв с попытками не вчера была попытка входа снесли стопы пока что иена у нас формирует консолидацию как на текущих уровнях перед решением дальнейшего движения в текущем плане входов нет евро нзд евро нзд так возвращаемся на час свойства совсем сбился и так да уровень выбран как шортовый считаю что он до сих пор выбран правильным здесь у нас опять же снесли стопы это старый по бу актуальность хода отсюда считаю вероятный именно по актуализации только здесь уже теперь нужен пробой где-то ниже этой области цели цели все те же несмотря на то что это недельный таймфрейм я считаю что цели будут актуальны однако по внутридневному трейду нам здесь нужно будет выйти немного пораньше вот этот будет уровень работаем как говорится согласно тенденции евро рубль что ж как говорится 60 рублей уже давно в прошлом на основных валютах мы будем разобирать доллар рубль там намного веселее ситуация с утра развилась следующим образом в идеале если бы не центробанк с таким хорошим оффером на продажу валюты который в принципе никто и не увидел потому что оффер центробанка сильно-то и не увидишь ни на споте нигде он заставил валюты встать просто опять же с учетом снижения нефти ночью с учетом снижения нефти опять же брать ее за индикатив нужно понимать что вот это снижение оно является долгоиграющим понимаете если здесь цена застынет здесь проблема не только валюты но еще все экономики в целом потому что ладно там как говорится девальвация рубля относительно евро доллара ну евро здесь в меньшей части потому что здесь опять же корреляция идет между валютной парой евро-доллар но в перспективе вот эта вот девальвация она только подстегивает наполнение бюджета наполнение бюджета чем правильно рублями понимаете то есть опять же если вы живете в России вы понимаете что с российским производством у нас немного накладка я имею с прямым производством когда создали в стране произвели в стране и продали в стране то есть когда нету ни импорта сырья нету ни импорта машины оборудования у нас как говорится таким вот бизнесом немного плохо поэтому как говорится то что айфоны подорожают здесь можно сказать ну ладно как говорится не каждому нам нужен айфон но оставшаяся бытовая техника и новостные потоки о том что в различных лакшери магазинах скупают все по старым ценам когда еще доллар стоил в районе 40 и евро 49 вот тут как говорится стоит задуматься потому что народ начинает перекладываться и понимать что это все резко подорожает а сейчас в ту эпоху когда в принципе ценообразование нашей валюты непонятно материальные запасы именно такие техники что-то и другие активы будут служить таким вот успокоением для человека поэтому цели по евро не меняю первая цель 65 а нет что 65 стоять 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 что-то как уже горе аналитики о кстати вот эта линия если меня не изменяет память да держит вот она красавица это тем кто знаете любит покупать волны такой небольшой лайфхак глаза не верят но факт есть вот эта линия была поставлена если меня не изменяет память ладно давно не скажу когда но достаточно давно цель 70 и без остановок если глянуть более скрупулезно говорится хотите экшеном неделька треугольник выход есть волна соответственно предшествующие это так это просто приблизительные померки ну вот где-то 63 50 64 это первый уровень где оно возможно остановится хотя бы на неделю но текущая неделя как признали уже все СМИ а они признали еще только по вчерашнему сегодняшний еще не закончился была крупнейшей после девальвации 98 года поэтому кто меня слушал летом я вас поздравляю далее по фунту здесь у нас с вами что за риск что за риск риск сделок то не было ТРВ проработали отбой коррекция волна вверх вниз это фунт австралиец так накопление да мы здесь планировали подходить все-таки к нижней границе сейчас происходит срыв импульс 84 отлично отлично 84 уровень тут пробой тут пробой уже если честно товарищи уже запоздал и я тут как говорится вечером к сожалению только сформировалось это движение говорить о нем поэтому в данном случае можно договорить только с точки зрения прошедшего времени поэтому увы увы пока что без этих движений фунт акад здесь я нет здесь у нас 75 уровень мы все-таки не взяли и пока что не возьмем не собираемся вот это ТРВ было неспроста однако вход уже запоздалый движение где-то пока будет продолжаться в этот район что ж недельках неужели такое двойное дно мне страшно так по канадцу соответственно вот это вот да считаю пока в долгосрочке возможно вот это движение будет происходить но пока мы локально трейд локально трейдов я не дам по данной валюты фунт швейцарский франк вот здесь вот я признаю признаю что нижняя граница канала отработала но пока что еще не все появится потеряно коррекция в принципе достигла своего целевого значения это не значит что нужно продавать но накопление все-таки буду рассматривать теперь от короткого движения вот оно восхождение товарищи ну тут только как слом произойдет где-то в этом районе только тогда можем будет заходить тестить а вот этот тест 25 да уже будет более вероятным иена это честно валюта коридорная с ней соответственно работать тяжело поэтому пока что в треугольничке болтается в безграничном пространстве я здесь не хочу ничего говорить потому что в действительности ну все мы знаем что иена в ближайшее время будет двигать вверх но на локальном периоде заходить на пробой треугольника я бы никому не рекомендовал фунт НЗД текущей ситуации уровень 1.2 тестим вход оставляю тем же самым преднамеренным будем немного говорится подпипсовывать опять же помним про риск данных сделок НЗД движение вниз продолжается пока что смотрим как подойдет к данной границе мы с вами уже будем думать о каких-то следующих действиях что ж уважаемые онлайн хочу у вас спросить есть ли вопросы ну отлично раз вопросов нету тогда мы готовимся к семинару по основным валютным парам запись как обычно будет чуть позже все там же и сегодня пятница давайте помните о том что переносить позиции не стоит с вами был Александр Вальвелин предпорядок компании Альпари в городе Расоп-на-Дону увидимся с вами в ближайшем будущем КОНЕЦ без ума под Physics Продолжение следует...